На базе Орелгосзаказчика планируют открыть центр управления производством с установкой метеостанций и видеонаблюдения на региональных дорогах. Это позволит круглосуточно контролировать не только сами магистрали, но и работу подрядчиков. О необходимости внедрить эту систему говорили на аппаратном совещании у губернатора. По опыту наших коллег из федеральных структур, у них это все внедрено, мы даже пользуемся их метеостанциями, но, к сожалению, дорожное полотно и охват их метеостанций маленький кусок только от региональных дорог захватывает, поэтому надо, конечно, и свое с течением времени внедрять. 3 миллиарда 176 миллионов рублей эти деньги направят на дорожные нужды в этом году. В Амцентске запланирован ремонт уличной дорожной сети на площади почти 46 тысяч квадратных метров и ремонт 10 дворовых территорий. Планируем до 20 июля, до дня города, вся работа завершить. Традиционно губернаторам поставлена задача контроля за проведением ремонтных работ, качества выполненных работ, соответственно, на это мы и обращаем особое внимание. В Ливнах обновят 17 участков дорог. В Орле, помимо уличной дорожной сети, отремонтируют 30 проездов к дворам. Торги запланированы на 5 июня 2015 года. Также запланированы работы по реконструкции улиц и проездов в советском районе города Орла, улица Горького и прилегающие проезды в городе Орле в рамках программы по подготовке к 450-летию города Орла. Выделение федеральных субсидий позволит построить в этом году 8 дорог до населенных пунктов. В июне-августе планируется завершение ямочного ремонта на трассах регионального значения. В общей сложности предстоит закончить реконструкцию 100 километров автодорог, сказал глава Орел-госзаказчика Денис Блохин. С июня текущего года планируется начать работы по ремонту 10 километров автодороги на Маховой в Залегощинском районе методом холодного ресайклинга. Параллельно в рамках формирования Ливенской кольцевой уже ведется реконструкция моста на автодороге Орел-Тамбово-Викторовка в Ливенском районе. Также ведется строительство моста в районе поселка Ивановский Мценского района. Контроль за качеством работ на автомобильных дорогах местного значения было предложено возложить на Орел-госзаказчик. В этом предприятии имеются все необходимые технические средства и кадры. Кстати, тему контроля Вадим Потомский выделил особо. Задача одна, чтобы все деньги, выделенные на дорожное полотно, на ремонт, содержание дорог, доходили до копейки до этих объектов. Вот это единственная задача. И если эти деньги будут доходить в полном объеме, то, естественно, лаборатория наша будет вынуждена, не вынуждена, а обязана признать, что работы выполнены качественно. Все остальные случаи, извините, сейчас у вас конкурсы начинаются по городам, по муниципальным образованиям везде. Везде будет присутствовать проверка этой лаборатории. Также глава области настоятельно порекомендовал районам провести оптимизацию численности муниципальных служб, выполняющих функции заказчика. Раздутый штат чиновников никак не отражается на качестве дорог, а сэкономленные деньги от их содержания разумнее было бы направить на новые трассы. Наталья Пексерева, Эдуард Чернаускас, Телеканал Первый областной.